Битва за Приватбанк на фоне президентских выборов. Соратники кандидата Владимира Зеленского выиграли суд в деле о национализации Приватбанка. Окружной админ суд Киева считает, что государство должно вернуть банк олигарху Коломойскому и его бизнес-партнеру в Минфине. И нацбанки заявили просто так, банк, в который влили почти 6 миллиардов долларов, из государственного бюджета не отдадут. Историю продолжат мои коллеги. Спустя 2,5 года после национализации самого большого украинского банка, окружной админ суд Киева решает, государство незаконно стало собственником финучреждения. Причин для вывода Приватбанка с рынка было недостаточно. Ответчики не доказали правомерность отнесения банка к категории неплатежеспособных. В нацбанке уже готовят апелляцию на решение суда. Говорят, в 2016 году был выявлен крупный дефицит капитала, который угрожал обвалом банковской системе Украины. Государство из бюджета влило в банк более 155 миллиардов гривен. Это почти 6 миллиардов долларов. Банк был признан неплатежеспособным из-за чрезвычайно масштабных мошеннических действий на сумму более 5,5 миллиардов долларов. Перед национализацией украинский Центробанк в течение двух лет разрабатывал программу спасения Привата с его бывшими собственниками – олигархом Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским. Один из них, говорит президент Петр Порошенко, планирует вернуть себе актив в случае победы в президентской гонке Владимира Зеленского. Как видите, им не терпится. Они уже сейчас начали реализацию задуманного. Подобная авантюра угрожает потери денег десяткам миллионов клиентов, а стране дефолтом и новым экономическим кризисом. Финансовый аналитик Сергей Фурса объясняет, решение суда не окончательное, впереди апелляция. Если ее не удовлетворят, решение станет за Верховным судом. Но если и он решит, что Приватбанк вывели с рынка незаконно, Украину ждет финансовый крах. Это грозит дефолтом, если это решение оступит в законные силы. Потому что это поставит крест в нашем сотрудничестве с МВС. И вот это вот, как у нас было последние пару лет, когда все растет, а говорят про заблуждение. А настоящее обещание, когда у тебя курс падает 2-3 раза, когда у тебя инфляция там 200%. В Приватбанке заявили, независимо от того, кто победит в президентской гонке, Банк продолжит борьбу в международных и украинских судах. Алена Веклич, Дарья Вершиленко, UATV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова